В Москве задержаны члены секты свидетелей Иеговы. Верховный суд признал ее экстремисткой и запретил еще в 2017 году. Но часть адептов это не остановило. Этим утром оперативники вошли в их конспиративную квартиру. Прямо в ней проходили службы и читались проповеди, то есть велась вербовка. Как оказалось, подобные квартиры для сектантов далеко не единственный способ продолжить деятельность. Они активно создают всевозможные организации, которые, на первый взгляд, никак не связаны ни с религией, ни тем более с политикой. О том, что эти люди, часто имеющие зарубежное гражданство, так упорно ищут в России. Расследование Елены Ерофеевой. Работаем. Находим. В гости к свидетелям Иеговы следственный комитет приходит утром в семь. Так рано здесь еще не служат. В квартире хаос, в голове туман. В семь часов меня разбудили. Ничего путного вам не расскажу. Я спать хочу. К началу собраний их проводят обычно по вечерам. Мысли выстраиваются. И зачитывая абзацы из запрещенных журналов, они проповедуют пути еговиста. Обратного пути из секты нет. Как людям жить, как себя вести в быту. Люди охотно верят. Чита Серебряковых теперь оправдывается. Сию литературу изучали для духовного роста. Выросли до уголовной статьи. По версии следствия, в период сентября 2017 года по настоящее время конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко. 16 обысков в один день в одном районе Москвы. В это же время на Кубани суд над еговистами. Лидеру районной ячейки дают 7 лет. На территории Краснодарского края было изначально зарегистрировано 44 местных религиозных организаций-свидетелей еговы. Я хочу отметить, что, конечно, это было самое большое количество местных религиозных организаций в субъектах. В Омске к трём годам лишения свободы приговорили Сергея Полякова. К тюремной форме он примеряет образ жертвы. Я ещё раз говорю, что я не вина. Вину не признаю. Мы стали по квартирам собираться. Нам сказали, что собираться будем всё равно. Закон нам не писан. В жертву лидеров поменьше приносят их большие боссы. Известный факт. Главной офис свидетелей еговы в Орвике. Это США. Коммерческая структура религии в их учении не на йоту. По своим доходам превосходила прибыль таких компаний, как Боинг, Дженерал Моторс, Макдональдс и другие международные корпорации. Свидетели еговы сейчас являются удобным объектом манипулирования в информационной пропаганде против Российской Федерации. Их подталкивают на нарушение российского законодательства. И наиболее фанатично настроенные граждане Российской Федерации готовы нарушать это законодательство. И они знают, что они будут лишены свободы на основании приговора суда. Несколько лет Марина пыталась вырвать из цепких когтей секты своих племянниц. Старшей было 15, младшей 9. Состояние ее было критическое, ужасное. Она гавкала, она писалась. В третьем классе ребенок писался. Однажды Марина нашла тетрадь племянницы с домашними заданиями, которые нужно было делать после собраний. Детям показывали фильмы, как еговы ведут христианку. Была нарисована девочка Маргаритиной рукой с крестиком. А вторая еговы. И они ведут ее по рельсам. И за то, что она христианка, ее нужно бросить под поезд. Могли не кормить ее, могли кормить. То есть как собаку ее воспитывали, дрессировали. Через суд Марина смогла ограничить отца сектанта в родительских правах. Теперь она опекает детей. Вернуть девочек нормальной жизни помог психолог. На это ушло несколько лет. Человек приобретает сильнейшую зависимость от этой организации. Он ощущает себя только как частью, а то и расходным материалом той или иной организации. Поэтому человек оказывается фактически в психологическом рабстве. Запрещенные свидетели меняют методы. Это раньше. Они ходили по улицам, будорожили людей. Теперь в центральной России ходоков таких не встретишь. Их пропаганда уходит в интернет. Маскируется. Создаются тренинговые центры. То есть человек приходит для того, чтобы увеличить объемы своей памяти, чтобы научиться продажам и так далее. Но центр действует под эгидой запрещенной организации. Также мы знаем, что в России несколько частных детских садиков сейчас курируются свидетелями ИГОВа. До официального запрета в России численность организаций составляла 175 тысяч человек. Сегодня их 135 тысяч. Вся эта затаившаяся армия до сих пор прячется по квартирам, завлекая в свои сети все новые души. Елена Ерофеева, Наталья Новгородова, Екатерина Черышева, Мария Зинцова, Алексей Мащиков. Вести.